У меня все еще впереди, ангел мой по дороге летит. В Витновской школе номер 9 уже более 10 лет для юных любителей музыки открыта эстрадная студия «Звездный дождь». Руководит ей Людмила Кладникова, музыкальный педагог с 30-летним стажем. Здесь рады всем, кто мечтает научиться петь и стать знаменитым артистом. Есть желание, хочет ребенок заниматься. Даже с минимальными данными он может развить свои вокальные данные. И для себя, может, яркой звездой не быть, но кто знает, природа – это такая штука, что непредсказуемо. Бывают такие результаты, сам удивляешься. Каждое занятие начинается с распевки и специальной звуковой гимнастики. Затем ребята много поют, периодически отвлекаясь на забавные музыкальные игры. Такие групповые занятия сочетаются с индивидуальными, что в конечном счете приносят свои плоды. Мы были и на острове Крит в Греции, и в Финляндии выступали, и в храме Христа Спасителя мой ученик участвовал в галоконцерте. Запомнился конкурс «Золотая ладья», где Бедрос Киркоров поздравлял моих девочек. Они стали лауреатами первой степени. Я ездила на большое количество конкурсов. Самый такой, наверное, масштабный был в Сочи. Мы уезжали в Сочи. Там я заняла, если не ошибаюсь, лауреат второй степени. Для меня это считается очень большим достижением. Также ездила на большое количество эдельвейсов. Ловила волну, волна успеха и разные конкурсы. Я получала вторые места, но я не расстраивалась, потому что вторые места – это очень хорошо. Словом, конкурсов, где побеждали воспитанники вокальной студии, за 10 лет было немало. Недавно ребята приняли участие в отборочном туре ежегодного фестиваля «Песни, рожденные сердцем», где в финал вышел ученик девятой школы Гриша Дегай. Больше всего мне нравится побеждать. Я хочу заработать много кубков, много медалей и стать популярным, знаменитым. Филиал «Звездного дождя» также открыт в школе поселка Володарского. Сейчас студия готовится к очередным конкурсам, первый из которых «Веснушка» пройдет уже совсем скоро. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.